здравствуйте это проект теплица на радость я его ведущий фергей новиков это новый сезон 2017 года это значит что мы самого начала будем ставить и обустраивать новую теплицу а вот о том какую мы выберем и что мы будем делать я расскажу прямо сейчас артур добрый день добрый день какую теплицу вы сегодня представляете представляем теплицу заря основа от компании агро новации как она из чего состоится из каких составных элементов основные элементы это основные дуги они засыпаны металла и профиля замкнутого 40 на 20 плюс это перемычки и краб система который соединяет все это скажите вот по каким принципам были отобраны именно эти составные части и почему именно эти потому что оценкованный каркас он наиболее долговечный он не подвержен коррозии как крашеная теплица поэтому стоит долго и надежно плюс профиль 40 на 20 он очень мощный крепкий и выдерживает максимальные снеговые нагрузки вот что касается снеговых нагрузок вот для подмосковье какие параметры нужно знать для того чтобы выбрать правильную теплицу нужно знать и свои параметры то что должен быть мощный профиль и он должен собираться на картостей чтобы другие перемычки были в одной плоскости и поликарбонат максимально опирался на картос скажите а что должен сделать хозяин для того чтобы встретить вас для установки теплицы он должен заказать на нашем сайте либо по телефону с оператором естественно он должен предусмотреть то место где это теплица будет располагаться да конечно выбор места очень важно не было перекосов больших склонов чтобы можно было теплицу установить на ровную площадку а сколько по времени занимает установка теплицы сколько людей для этого требуется для установки теплицы потребуется буквально пару человек с шуруповертами чтобы ее собрать по времени займет 2-3 часа скажите а какой вы рекомендуете поликарбонат и какими он должен качествами обладать мы рекомендуем сотовый поликарбонат прозрачный толщиной не менее 4 миллиметров при выборе поликарбоната нужно обратить внимание на его качество и производителя потому что не все производители наносят защитный слой от ультрафиолета поверх листа что очень важно для его долговечности к примеру компания карбоглаз наносит его сверху листа и такой прикорма служит 10 лет и больше они дают гарантию 10-15 лет на свою продукцию по поводу поликарбоната я понял а вообще срок службы теплицы на какой стоит рассчитывать в случае именно этой теплицы в данном случае можно рассчитывать на срок службы более 15 лет вот собственно работы начались я вижу что основание не совсем характерного для деревоцвета с чем-то связано это связано с тем что груз обработан специальным раствором от гниения и соответственно он служит намного дольше а какие этапы работ предстоят этапы работа следующие первое это подготовка площадки где будет установлена теплица второе это установка фундамента потом мы собираем каркас зашиваем торцы поликарбонатом устанавливаем дуги и полностью закрываем теплицу поликарбонатом уже размером могут быть разнообразные это от метр девяносто шириной на два с половиной метра три три с половиной пять метров может быть по длине они варьируются от двух но два четыре метра длиной и удлинение идет по два метра до бесконечности а каким образом соединяются между собой отдельный фрагмент отдельный фрагмент с собой соединяясь скраб-системой как раз то есть все идет через это крепление сперва мы установили основание что дальше на после того как мы установили основание мы ставим дуги теплицы и зашиваем торцевую часть поликарбонатом после этого торцевую часть мы ставим к дугам и крепим все на краб-систему а что из себя представляет эта краб-система краб-система из себя представляет такие вот детали вот их две они бывают t-образные на двух болтах вот как у меня в руках и x-образные на четырех болтах вот как уже здесь прикручено принцип здесь очень простой две детали которые соединяются вместе при помощи болтов здесь все отверстия уже есть просто вставляем болт и закручиваем гайкой а из какого материала сделаны эти крабы они долговечные и практичные крабы очень долговечные и практичные потому что они тоже оцинкованы полностью поэтому как сам каркас они прослужат очень долго очень большой плюс краб-система в том что он позволяет дугу и перемычку поставить в одной плоскости то есть у нас поликарван будет опираться и сюда и суда что увеличивать снеговую нагрузку теплицы также большой плюс в том что он делает каркас монолитным вот мы сейчас собрали каркас и он практически не шатается по старой технологии обычной перемычки ставили под дугой соответственно поликарбонат на них не опирался в данном случае у нас максимальная надежность в данном случае у нас теплица заря основа усиленная у нее идет семь поперечных стяжек вместе с основанием и мне важный плюс в том что у нас и дуги и торцы идут цельные просто многие производители для удобства транспортировки теплиц делают их разборные делят на две части что негативно сказывается надежности вот в данном случае они цельные что позволяет прослужить теплица намного дольше каркас не требует какого-то специального хода то есть как его собрали так он остается мыть чистить нет нет необходимости какой толщины должен быть брус для того чтобы теплица простояла долго мы используем брус 100 на 100 так как он наиболее практичный в этом плане а насколько сложно собрать торцевые фрагменты сложность сборки торцевой части заключается в том что нужно правильно туда раскроить поликарбонат на сама металлическая часть она идет готовая то есть двери форточки уже приварено на производстве и человек уже не нужно прикручивать саморезами это очень удобно и плюс это более надежно потому что саморезы со временем расшатываются и может разболтаться эта конструкция но самая сложность в том что нужно правильно раскроить поликарбонат у нас инструкция это все указано но зачастую люди чтобы не рисковать заказывают эту услугу у нас чтобы наши специалисты заранее это все раскроили и привезли уже все в готовом виде а какие варианты проветривания у данного типа теплиц можно предусмотреть заранее заранее уже в теплице предусмотрено две форточки которые находятся в дверях с каждого торца также дополнительно можно поставить боковые форточки они как правило устанавливаться по диагонали для лучшего проветривания то есть они функционально выполняют какой-то они функциональны в компании что они позволяют лучше проветривать теплицу особенно если длина ее больше 6 метров то есть 6 8 10 и так далее в таком случае уже в комплекте форточек не хватает и желательно устанавливать дополнительные основная часть сборки теплица у нас уже готова то есть мы собрали фундамент установили каркас на него теперь нам необходимо уложить листы поликарбоната на теплицу а что касается поликарбоната вы сразу стали работать с этим производителем либо все-таки искали какие-то варианты мы искали разные варианты перепробовали за время работы и остановились на карбоглазе по ряду причин потому что сейчас много производителей не совсем добросовестных которые делают поликарбонат на китайских линиях и которые очень низкого качества в карбоглазе на плюс том что они делают на иностранном оборудовании и используют качественное сырье немалажным фактором при выборе является именно защитный слой от ультрафиолета потому что некоторые производители добавляют его просто в массу где он распределяется неравномерно соответственно и защита неравномерная по листу карбоглаз он наносит защитный слой именно сверху листа что повышает его долговечность он служит как правило 10-15 лет там в зависимости от модели листов они дают гарантию официальную плюс как можно еще определить недобросовестного производителя когда сверху листа наклеивают защитную пленку снизу она просто прозрачная а сверху ее делают цветную с названием поликарбоната когда эта пленка снимается у нас просто получается голый лист вот недобросовестные производители на самом листе никакую маркировку не наносит а карбоглаз наносит именно с краю лазерную маркировку на что это за модель листа когда она была произведена то есть мы если вот случилось сможем всегда определить кто это произвел и когда также очень важно при раскрывке поликарбоната учитывать то что защитный слой нанесен под с одной стороны то есть с той стороны где цветная пленка нанесено там находится у нас защитный слой с обратной стороны у нас просто прозрачная пленка соответственно при сняти пленки нужно этот момент учитывать. Иначе можно перепутать стороны и лист может быстрее выйти из строя. А что можете сказать про прочность этого поликарбоната? Поликарбонат прочный, у него толщина 4 миллиметра, что вполне достаточно для тех листов, которые используются летом, весной, осенью и так далее. Больше 4 миллиметров ставить смысла нет, потому что это просто дорожает конструкцию, дополнительной защиты это не несет. А чем поликарбонат крепится к каркас? Поликарбонат крепится через крольный саморез с пресс-шайбой, но дополнительно у нас еще используется синхронная лента. Она прокидывается через дугу и через крольный саморез поликарбонат крепится к дуге. Это позволяет, во-первых, более плотно прижимать поликарбонат к дугам и меньше поликарбонат травмируется при вкручивании самореза. Что сейчас предстоит? Сейчас нам предстоит снять пленку с листов и уложить поликарбонат на каркас. Листы у нас укладываются не стык в стык, а с небольшим нахлёстом. При этом спереди и сзади у нас он немного выступает вперед. Для чего это нужно? Это для того, чтобы у нас не попадала влага в щели между дугой и поликарбонатом. А вообще чего боится поликарбонат и как за ним в будущем ухаживать? Поликарбонат боится у нас ультрафиолетовых лучей, потому что под ними он разрушается и, соответственно, без полноценной защиты он долго не прослужит. Также его желательно закрывать соты снизу торцевым профилем, чтобы у нас туда не попадала влага, грязь и растения туда не прорастали. Соответственно, это тоже позволит поликарбонату прослужить дольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Артур, я не ожидал, что установка теплицы занимает так немного времени. От чего это зависит? Это все зависит от конструкции и навыка тех, кто собирает. Есть и плюс наличие соответствующего инструмента. Посчитаем временные и человека часы. У нас получается два человека и где-то 2-3 часа занимается вся установка. В чем основные сложности? Основные сложности это правильно раскрыть поликарбонат на торцы и это основная сложность. То есть все остальное собирается легко как конструктор. Давай опишем в общем те функциональные возможности, которые присущи именно этой теплице. У нас, соответственно, получается арочная теплица. Это заря снова усиленная от компании Агроновации. Здесь у нас идет ширина 3 метра, длина 6 метров. Высота у нас 2,10. То есть человек в полный рост спокойно может в ней находиться. Плюс какие-то высокие растения, такие как помидоры, огурцы, здесь спокойно растут. Как эта теплица будет чувствовать себя в течение года? В течение года она будет себя чувствовать отлично. Зимой ее разбирать не нужно, потому что снег на такой конструкции скапливается не сильно. Плюс мощный профиль 40 на 20 спокойно выдерживает все нагрузки. Ну и соответственно краб-система, которая позволяет нам сделать дуги и перемычки одной плоскости, что увеличивает снеговую нагрузку теплицы. А какой уход должен осуществлять за теплицей сам хозяин? Особого ухода здесь не нужно, потому что профиль у нас оцинкованный. Соответственно он не боится влаги и ржавчины. Плюс поликарбонат качественный, он защищен от ультрафиолета, прослужит 10 лет и больше. А что касается проветривания, если хозяин не может в течение всей недели находиться на даче, как поступить? В таком случае устанавливаются автоматы проветривания на боковые форточки, либо на двери, если позволяет функционал этих автоматов проветривания. Вот как раз у нас есть специалист, который сейчас расскажет о том, как функционируют эти автоматы проветривания. Артур, я очень надеюсь, что эта теплица прослужит долго, и я буду рад от ее использования. Ну, можете не переживать, теплица очень надежная, поэтому прослужит вам верой и правдой. Большое спасибо! Вам спасибо! Увидимся! До свидания! Не всегда бывает возможность ежедневно быть на даче. А в теплице все-таки важен определенный микроклимат, иногда нужно и проветривание. Что вы предлагаете? Что на сегодняшний день вообще существует в мире? В данной ситуации можем предложить проветриватель Вентель. Он не требует электроэнергии и работает исключительно за счет расширения смеси масел, находящихся внутри гидроцилиндра. При повышении температуры внутри вашей теплицы свыше 20 градусов по Цельсию. А как он определяет, что температура повысилась? Это все за счет смеси масел, которое было разработано инженером Ионикс. Максимальное открытие происходит при температуре 32 градуса Цельсия. Основой конструкции является гидроцилиндр производства в Швеции. То есть это такая сборная конструкция? Да. Работали многие нации над ней. Ну, что ж поделать. Главен результат. А когда вообще придумали подобную систему? Да. Когда начали разрабатывать подобную систему? В данном именно случае это около пяти лет назад. Наши специалисты пришли к мысли, сколько же можно пользоваться китайским. Надо бы попробовать и свое. А на чем основывается принцип работы этого автоматического проветривателя? Принцип работы на расширение смеси масел, которые находятся внутри гидроцилиндра, при повышении температуры внутри вашей теплицы свыше 20 градусов по Цельсию. И что происходит? Как он работает? Смесь масел расширяется, толкает на поршень, который находится внутри и выдвигает его. При этом поднимая форточку весом от 30 до 100 килограммов в зависимости от модели. Их у нас три. Толщина диаметром 6, 8 и 10 миллиметров. Соответственно 30, 60 и 100 килограмм. То есть 100 килограммовую форточку можно спокойно открыть автомат? Да, спокойно. При этом никакого электричества не требуется? Нет, не требуется. Как же тогда он закрывает створки при понижении температуры? При понижении смесь масел сжимается и возвратная пружина, находящаяся здесь, возвращает шток и поршень в исходное положение, тем самым закрывая форточку либо дверь. Скажите, а есть ли какие-то импортные аналоги и есть ли в чем-то у нас преимущества? Да, есть аналоги китайские, но изначально, когда наши специалисты разрабатывали их для себя. Для своего личного пользования. Да, как мы изначально садоводы-любители для своего пользования, то и исходили из того, что не все китайское хорошо. Попробовали, получилось, вышло. Какие преимущества? Ну, во-первых, универсальность. Его можно установить как на дверь, так и на форточку. Так. Про его возможности до 100 кг мы уже рассказали. Срок службы не менее 5 лет. Я знаю, что некоторые вот такие автоматические проветриватели на зиму нужно снимать. А в вашем случае? Нет. Наш проветритель не требует демонтажа в зимний период. Более того, по результатам эксплуатации, трехлетней эксплуатации на испытуемых наших теплицах, на форточках размером 2 на 3 метра, без снятия в зимний период, и по следующим испытаниям на стенде, принудительном открывании и закрывании более 5000 раз, было принято решение о повышении гарантийного срока до 3 лет. Вы даете гарантию на оборудование, которое вы производите. А вот в случае, если человек столкнулся с какими-то сложностями, что ему стоит предпринять? Ну, во-первых, обратиться в тот магазин, либо к тому дилеру нашему, у кого он его приобрел. Во-вторых, если какие-то в этом случае возникают сложности, может позвонить нам, непосредственно нашим менеджерам, пообщаться, если либо даже если не поломка, а какие-то сложности при установке, что, ну, в принципе, невозможно, возникнут. Пожалуйста, мы готовы к общению. А вы расскажите, пожалуйста, как правильно нужно устанавливать ваше оборудование? Самое главное, его устанавливать надо при температуре 18 градусов, не выше. Как это выглядит на практике? Ну, вы приехали на дачный участок, оставили ее, да, либо в вечернее время, когда температура порядка 18-20 градусов, либо очень рано утром. А этот автомат изнутри только устанавливается в теплице или нет? Ну, чтобы поддерживать температуру внутри теплицы, естественно, он и должен быть внутри теплицы. Снаружи теплицы будет другая температура, его будет обдувать и будет неправильно работать. А насколько вообще корректна его работа? Насколько вы гарантируете, что форточки, допустим, не откроются при температуре около нуля? Все это зависит от смеси масел. В данное время, сейчас эта смесь, каждая партия проходит свое отдельное тестирование и заносится в журнал учета. И то есть, если какие-то возникают проблемы, у нас вот она дата указана. На каждом имеет своя дата, которая соответствует той смеси масел, которая была закачана. А какой уход в дальнейшем потребуется за этим автоматическим открывателем? Да, по большому счету, только от пыли шток. И главное, его ни в коем случае не повреждать, не царапать ничем. А если повредили, то? Ну, могут возникнуть проблемы, что... Ну, это, в принципе, как и у многого, что повредится манжета. Для сохранения манжеты шток, видимая часть, которая находится в данный момент, не должна быть поцарапана. А сколько вообще весит подобный оборудование? Можно его потрогать? Пожалуйста. Но это самый минимальный наш. Это самый легкий проветриватель? Это самый легкий. Это, скажем так, аналог китайского. Вот все китайские выглядят вот... Примерно так же? По объему. По объему. Выглядят так, да. А работают наши надежнее? Мы уже все сказали в плане того, что будут какие-то проблемы. Вы всегда сможете с нами пообщаться, созвониться, найти дополнительную информацию. Ведь не все говорят по-китайски, да, наши отечественники? Да, да, да. Их сложно найти. А мы всегда рады вас слышать и видеть. Большое вам спасибо. Я думаю, что благодаря вот этим автоматическим проветривателям теплица моя, куда я нечасто могу приезжать, будет проветриваться именно так, как это бы сделал я сам. Именно так и будет. Большое вам спасибо и до свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня мы успели установить теплицу. А вот о том, что там будет расти и как мы обустроим ее внутреннее пространство, мы расскажем уже в наших следующих программах. С вами был Сергей Новиков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова